Раньше этот десерт представлял разновидность хлебного пудинга и был весьма замысловатым и непопулярным. Небольшие кусочки хлеба вымачивали в яблочном, грушевом или абрикосовом сиропе и раскидывали слоями, между которыми помещали начинку из яблок. В ходе двух веков, конечно же, этот рецепт изменился и теперь каждая хозяйка знает свой рецепт шарлотки. И также у меня есть секреты, как я готовлю именно этот десерт вкусно, легко и быстро. Мы будем готовить шарлотку с карамелизированными яблоками. Из ингредиентов нам понадобится гость орехов, но вы можете не брать, мне они просто очень нравятся, сахар, у меня коричневый, берите любой, 150 грамм, масло сливочное 50-60 грамм, мука 250 грамм идет, 5 яиц и, естественно, конечно же, ведь яблоки, их у меня 6 штук, лимонный сок нам понадобится, корица или мускатный орех и мой секретный ингредиент это сода, немножечко соды. Первым делом мы приготовим карамелизированные яблоки, поэтому очищаем яблоки, нарезаем их, убираем сердцевину. Кстати, для этого лучше использовать большие яблочки, у меня два вида, одни golden вот эти идут, а вторые бродские, потому что бабушка всегда говорила, что бродские яблоки, они самое то для таких пирогов. Далее нарезаем яблоки посерединке, но не делайте слишком тонкими, потому что они у вас сломаются и будут выглядеть не очень, приблизительно полсантиметра. И чтобы они у нас не потемнели, вливаем одну столовую ложку лимонного сока и все хорошенечко перемешиваем, яблоки наши не потемнеют. Добавляем в них буквально щепотку корицы для вкусного аромата. В раскаленную сковороду добавляем сливочное масло. Высыпаем 3 ложки сахара, все хорошо перемешиваем и, так сказать, жарим 2 минутки. Сахар при этом не растворится. Выкладываем наши яблоки и обжариваем 2-3 минутки буквально, чтобы из них вышел сок и они стали, знаете, вот такими вот мягкими, с большим количеством сока. Короче, очень вкусный аромат будет на всю квартиру. И оставляем их немножко охлаждаться. И тем временем разбиваем в глубокой миске либо чашке наши яйца. Добавляем сахар и начинаем взбивать на маленьких оборотах, далее увеличивая. Взбиваем мы их не менее 5 минут, чтобы наша яичная масса увеличилась в 2 раза. Вот видите как. И понемножку начинаем добавлять нашу просеянную муку. Только не добавляйте все сразу, потому что тесто очень сильно забьется и ваша яичная смесь упадет. Также осторожно перемешивайте. Слишком активные движения точно также повредят яичной массе и она просто у вас упадет. Мое тесто получилось слегка коричневым, потому что у меня был коричневый сахар. У вас оно получится белым. И добавляем мой секретный, так сказать, ингредиент. Немножечко щепоточку соли. Все хорошо перемешиваю и оставляю буквально на 10 минут, чтобы тесто немножко поднялось. По консистенции тесто напоминает такую густую сметану. И пока оно будет отстаиваться у нас, я нарежу яблоки маленькими квадратиками. Вы можете большими, тут уже от ваших предпочтений, так сказать, все зависит. И начинаю все выкладывать в форму. Первым делом это естественно карамелизированные яблоки. Кстати, не бойтесь, они у вас в таком положении не пригорят, а наоборот станут, мне кажется, еще более пропитанными и более вкусными, и более насыщенными. Далее вливаем тесто. Видите, оно постояло и немножко пузырчатое такое. Кстати, в этом моменте вы можете смешать те яблоки вместе с тестом. Я так не делаю, потому что считаю, что у нас и так они оседают вниз яблоки в процессе приготовления. И получится, что у нас идет слой карамелизированных яблок и слой обычных яблок с тестом. Ну, то есть, по мне, так сказать, лучше их добавить в конце и потом немножечко примять, чтобы они в процессе немножко, так сказать, осели. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Отправляем в духовку при 180 на 30 минут. И пока шарлотка запекается, я нарежу орехи. Кстати, напишите в комментариях тоже, вам нравится добавлять в выпечку орехи. Мне просто это очень безумно нравится, я очень люблю выпечку с орехами. Наша шарлотка готова. Смотрите, какая она внизу, мне кажется, бомбически карамелизированная. Вот. Немножко отделяем ее от формы, потому что я форму не смазывала. Сверху кладем поверхность, на которую мы будем переворачивать шарлотку. Немножко, так сказать, потрясем. И что? Правильно. Вуаля! Наша шарлотка вкусная с яблочным карамелизированным сиропом готова. И остались последние штрихи. Все посыпаем орехами и тем самым наслаждаемся ароматом на всю квартиру, которая идет от этой прекрасной шарлотки. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и всем приятного большого аппетита! А такая шарлотка у нас получилась в разрезе.